Как правило, когда вы говорите, что совсем не поступает или мало, речь идёт о микронутриентах. То, что так с виду не видно, находится в микроколичествах, миллиграммы или микрограммы, и нужен нам в этих микроколичествах, но мы не потребляем данную продукцию или потребляем её в малом количестве, и они нам не поступают. Ну, например, к примеру, просто йод. Дефицит йода по всей стране, почти 75% территории страны дефицитно по йоду, и мы не можем её получить в должном количестве с обычными пищевыми продуктами. Значит, есть только добавить и получить то, что и делается. Или селен, или витамины целый ряд. Откуда их взять, если мы мало потребляем овощей и фруктов? Притом овощи, которые, как правило, долго хранятся. Откуда взять витамин С? Поэтому 70, 100% населения, почти повсеместно и круглогодично, имеет дефицит витамина С. Значит, его надо добавить либо в пищевой продукт, либо в виде капсулы, или таблетки, или дрожжа, или напитка, получить и добавить в наш рацион. Вот она, биологически активная добавка. А речь идёт о целом ряде новых биологически активных веществах, которые присутствуют в микроколичестве в пище, на которые мы недавно не обращали внимания, например, флавоноиды, индолы, изофлавоны. Сейчас только мы расшифровываем их механизм действия. Они усиливают экспрессию генов, ответственных за синтез ферментов, защиты нашего организма от неблагоприятных факторов окружающей среды. И вот откуда они должны поступать? Они должны поступать с овощами и фруктами. Ну вот считается сейчас, что адекватный уровень потребления овощей – это 600 грамм в день. Мы чуть больше 200 в день в среднем. Вот вам что надо делать. Увеличивать потребление овощей и фруктов – да, надо, но это процесс длительный, менять некоторые традиции. Цена не маленькая, поэтому экономические возможности. А нам уже надо сегодня незамедлительно добавить эти вещества. Значит, идёт на помощь промышленность, которая по заказу врача создаёт нужные композиции. А наша задача только понять, что это нам нужно для здоровья, купить и проглотить, и близких себе людей, семью тоже обеспечить. Вот задача. То есть за своё здоровье надо понять, что отвечаешь, прежде всего ты сам и за здоровье своих близких. А как формировать своё здоровье, врач знает и поможет. Ну, вы знаете, вот заболевания, возьмите, такие заболевания, где иммунная система снижена, иммунодефициты. Спит, например. Вот нет специфической защиты. И человек от любого заболевания инфекционного погибает. Или неспецифическая защита не справляется. И любая, опять-таки, биологический агент или агент химической природы начинает действовать. Он может проникнуть в клетку, в ядро клетки, вызвать мутации в аппарате генетическом. Вот вам рост злокачественных образований, канцерогенный эффект. Здесь речь идёт о том, что мы постоянно, вот с момента рождения, у нас эти системы работают на полную мощность. И чем они более обеспечены резервами, тем эта система более эффективно работает. Наоборот, система ослабляется, снижается, как мы, врачи, говорим, неспецифическая резистентность, устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. И кто-то чихнул, мы заболели, где-то ветерок подул, мы тут же заболели. Все заболевания протекают в более тяжёлой форме. Восстановиться очень сложно. Стоит добавить вот эти компоненты, и система резерва снова, в общем-то, и мы воспрянули, мы стали здоровыми и защищёнными против всех этих факторов. У нас природой создана в каждом из нас глубоко эшелонированная система обороны. Против всех факторов неблагоприятных окружающей среды. Биологической природы, вирусы, бактерии, прионы, допустим. Против химических агентов. Неплохая экологическая ситуация в городе, в каких-то регионах. Против физических воздействий, опять радиации, сильной физической нагрузки. Эти системы работают. Это специфическая система защиты, иммунитет, система иммунной защиты. И не специфическая. Это система, которая направлена на разрушение чужерных соединений, попадающих в наш организм. Например, ферменты первой и второй фазы метаболизма ксинобиотиков. Система антиоксидантной защиты. Но, как любая система обороны, она должна все время пополняться резервами. А резервы, потому что составные части этой системы, это пищевые вещества. Биологически активные вещества. Те же флавоноиды, эндолы, изофлавоны, витамин С, другие витамины. Микроэлементы, селен, например. Это компоненты системы защиты. Железа. И если их не поступает с пищей, то система становится слабой, обороноспособность уменьшается, и вредные факторы проникают в клетку, нарушают систему. Клетка может погибать. Отсюда всякие неприятности. Защитить себя. Значит, надо восполнить резервы. Свежие резервы, поступающие из биологически активной добавки, всосавшиеся из желудочно-кишечного тракта, попадают в русло. Доносятся до каждой клетки, восполняют эти бреши. И снова оборона сильна, и снова мы имеем достаточную мощность резервов. И с неблагоприятными факторами окружающей среды мы хорошо справляемся. Продолжение следует...